Дарвинский музей очень старый музей со множеством экспонатов. Среди них есть удивительное, чудесное, имеющее большое значение для науки, для того, чтобы показать интересные вещи посетителям. Это одно из самых удивительных млекопитающих. Это панголин или ящер. Млекопитающее покрыто уникальной чешуей, которая состоит из кератина, из того же материала, что и наши ногти, или рога копытных животных, например. Но чешуя очень странная, имеет форму, и оно по происхождению не то же самое, что волосы. Потому что у азиатских видов панголинов есть волосинки между чешуями. Они по-другому закладываются. Панголины очень интересные, привлекающие внимание животные своим необычным обликом и необычным образом жизни. Но изучать его можно только в музеях и в зоопарках. Причём в зоопарках их практически не содержат. Очень трудно кормить, они питаются термитами, определёнными их видами. И найти искусственный заменитель пищи для них практически невозможно. А вот в музеях это можно делать, но если вы придёте в музей, вы увидите его за стеклом, потому что это ценные экспонаты, он должен быть защищён от всевозможных повреждений. Поэтому, чтобы его рассматривать, нужно быть хранителем, работать с коллекцией музея, либо использовать современные технологии. Давайте попробуем одну из них. Это примерно как в «Звёздных войнах». По щелчку пальцев появляется клон. И давайте посмотрим, насколько это близко к оригиналу. Вообще удивительное качество. Здесь видно детали чешуи, какие-то мелкие детали строения. Всё тут можно рассмотреть. Огромные когти, кстати, у этого чучела они искусственные. Ну а в чём отличие? Конечно, в 3D-модели нет генетического материала, и нет возможности посмотреть какие-то микроструктуры, для чего нужно повышать разрешающие способности. Это технически, я думаю, возможно, не с горами. Но возможно, кто-то из вас, кто сейчас выбирает профессию, сможет воссоздать и генетический код в этой копии. Это один из видов панголинов, самый крупный из 8 видов. Обитает он в Центральной Африке. Другие виды встречаются в Индии, в Юго-Восточной Азии. Вот он, как видите, почти полтора метра в длину, весит больше 30 килограммов самого крупной особи, и он может съесть 2 килограмма муравьёв. Это очень приличный вес, если вы посчитаете, сколько вы едите и сколько вы весите. У него удивительные когти, которыми он ломает термитники, и длинный язык до 40 сантиметров, которым он запускает в трещину термитника, приманивает запахом свои слюны термитов, они прилипают к языку, и он им таким образом питается. Зубов у него совсем нет, ротик маленький, а термитов он протирает в своём желудке с помощью роговых выступов, и даже заглатывает камешки от птицы, чтобы всё это перетереть и переварить. Потрясающее животное. К сожалению, сейчас на них начали охотиться до 10 тонн за раз, конфискуют природоохранные органы, потому что вот эта чешуя считается целебной и используется в восточной медицине. Но я не думаю, что польза от этой чешуи больше, чем если вы будете грызть свои ногти, потому что вещество то же самое. Музеи естественной истории хранят уникальные сокровища. Одно из самых ценных чучел в нашем музее чучело вот этой птицы без крылогогарки. Одно из 78 чучел, сохранившихся в мире, и больше их не будет, потому что этот вид полностью устреблён людьми в 1844 году. Две последних птицы были убиты рыбаками на небольшом острове по Брежье Исландии. Когда-то эта птица была очень многочисленной, в ледниковый период была распространена вплоть до Средиземного моря, но уже к концу XVIII века она сохранилась только на небольших островках у побережья Северной Атлантики, как в канадской части, так и в европейской. Это большая птица, истребляли её постоянно для того, чтобы есть, используясь в качестве наживки для рыбной ловли, ну и просто походя, не задумываясь, что что-то в природе может кончиться. Но уже к началу XIX века увидели, что их число очень сильно сократилось, начали принимать какие-то меры по охране, для того, чтобы в дальнейшем использовать, но оказалось уже поздно. Эта удивительная большая птица, которая из всех чистиков единственная утратила способность к полёту и была из них самой крупной, полностью исчезла с лица Земли. Очень жаль, что такое удивительное существо уже не обитает рядом с нами на нашей планете. Гнедились они на скалах, питались исключительно в море, большую часть времени проводили в воде, добывая рыбу с довольно приличной глубины. Откладывали всего одно яйцо, очень крупное, высиживали единственного птенца. Когда они стали большой редкостью, все добываемые без крылой гагарки попадали в музей, поскольку острова, на которых они ещё сохранились, в то время принадлежали Дании, попадали они в зоологический музей в Копенгагене и оттуда распределялись по другим музеям мира. Наш экземпляр, хранящийся сейчас в Дарвинском музее, так называемый экземпляр Блазиуса, потому что когда-то он принадлежал директору музея естественной истории Броншвеги Вильгельму Блазиусу, а после его смерти наследники его продали. Русский аристократ и богатый человек Алексей Степанович Хомяков приобрёл это чучело, а в 20-х годах оно было передано в Дарвинский музей. При самостоятельном изучении 3D-модели можно порекомендовать обратить особое внимание на детали изготовления, признаки разных токсидермических школ, попытаться выяснить детали строения лап и клюва, обратить внимание на вот эти бороздки, которые на клюве имеют индивидуальное расположение для каждой птицы. Кроме того, их форма и пропорции менялись в зависимости от сезона. Белое пятно на голове тоже не постоянно, оно зимой исчезает, поскольку птица линяет, и зимой она имеет другую окраску. Возможность изучать предоставлена очень немногим хранителям и специалистам, но новые технологии позволяют принять участие в изучении и вам, получив на вашем рабочем столе или просто дома 3D-модель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...